Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Вот сейчас действительно тема отопления актуальна не только потому, что похолодало, и уже в большинстве домов, слава богу, отопление подключено, в том числе и в Риге, но и есть тревожный момент, это рост тарифов, как мы знаем, на все, на воду, электричество, газ, тепло, продукты питания. Но если мы говорим действительно о тепле, вот, наверное, это тема, который, тот вопрос, который, я думаю, и вам задают знакомые, наверное, ваши, зная, что вы в этом эксперт. Вот что касается действительно экономии тепла и возможностей вот этих автоматизированных систем по контролю потребления тепла, какие есть вообще сейчас варианты, какие есть возможности, не знаю, сэкономить на отоплении или платить четко вот по затраченному, так можно сказать, или точнее по получаемому теплу? Алик, ну вы знаете, вы сразу в одном вопросе затронули на такие две довольно серьезные темы. Первая тема – это, собственно говоря, дистанционный контроль и управление, и оптимизация обтоплением здания, а вторая – это организация индивидуального учета. Значит, то есть вторая часть вашего вопроса – это о том, как люди могут платить только за то тепло, которое потребили. Да, это решается вопросами индивидуального учета, но это все хорошо делать тогда, когда пройдена первая ступенька. Первая ступенька – это организация контроля за, собственно говоря, домовой печкой, за своим теплоузлом, за то, куда, где стоит тот самый счетчик, с которого жильцы платят деньги. То есть ведь реально сейчас по факту никто толком не контролирует о том, как работает этот счетчик, за что он условно накручивает, где та самая энергия, от которой на самом деле можно было бы отказаться. Ну, проблема, ну, прежде всего в том, что где находится у нас теплоузел? Ну, он находится в подвале. Кто его обслуживает? Ну, обслуживает, ну, наверное, в каждом домовладении есть свой сантехник или теплотехник, да. Если там есть сантехник, ну, не факт, что он обладает, ну, как бы всеми навыками, опытами теплотехника. Если есть теплотехник, ну, тогда, как говорится, вопрос второй. А сколько времени может уделить теплотехник контролю этого самого теплоузла, да? Значит, ну, получается, как бы в лучшем случае это рабочее время до 8 часов, 5 дней, 40 часов вместо 24 на 7, сами понимаете. Это в том случае, если теплотехник, как говоришь, ну, просто живет на этом доме, да. А представьте, теплотехник все-таки такой человек, грамотный, грамотный, серьезный специалист. Обычно они обслуживают по 100, по 200 домов, да. Ну, вот представьте, сколько времени теплотехник может уделять одному дому, да. Так вот, собственно говоря, там эту мысль можно продолжать дальше. Ну, понятно, что реально даже хороший квалифицированный теплотехник, ну, не имеет достаточной информации для того, чтобы содержать в порядке один дом, там, из 200, который он обслуживает. Это в том случае, если теплотехник действительно есть, да. Сейчас, да, существует дефицит. Да, дефицит, да. Специалисты, да, специалисты, то есть людей, которые действительно в состоянии были бы решить проблему, их становится, как говорится, ну, к сожалению, все меньше и меньше, да. Значит, ну вот, так вот к этому возвращаюсь. То есть первым делом, соответственно, чтобы мы могли бы даже просто говорить о том, что этот дом может сэкономить столько-то, а этот столько-то, надо, во-первых, просто поставить себе глаза и уши, да, глаза и уши. То есть хотя бы система контроля, наблюдения, мониторинга за параметрами типа узла. Я вам скажу по личному опыту, да, уже даже просто, когда появляются глаза и уши, становится видно много того, чего не видно было, там, 20-30. В общем-то, все время с момента установки автоматики на этом доме, да. Вещи, очень многие вещи, я бы даже сказал, большинство вещей, не связанных с крупными, как бы, авариями, там, дырками в трубах, значит, они недоступны даже к квалифицированным теплотехникам, да. Ночные режимы, организация, организация правильной подачи в зависимости от изменения, там, погодных условий и прочее, и прочее, да. Значит, даже если вы это знаете, это уже задача. Но если вы этого не знаете, сами понимаете, это получается средняя энергия значительно выше той, которой нужна жильцам для того, чтобы пройти зиму, да. Здесь, опять-таки, тоже надо смотреть, сколько вообще энергии нужно дома, да. Опять же, тоже вопрос, а что было в прошлом году, а что было в позапрошлом году, да. Это, опять-таки, такой аналитической, как бы, системы, как таковой сейчас, но ее просто не существует, ну, за исключением, как бы, забегая вперед, скажу, да, мы создали такую систему, по которой мы сейчас можем оценивать и поведение домов, и тоже, сколько реально, на самом деле, нужно, но это, как бы, забегая вперед, да. То есть, ну, реально, реально, официально такой и такой системы нет, такого контроля, в принципе, я не слышал, чтобы он где-то, где-то велся, а, по сути дела, опыт эксплуатации здания за предыдущие месяцы, это и есть та основная информация, от которой надо отталкиваться для принятия решения. Сколько даст переход, переход, ну, переход дома на, ну, так скажем, назовем это централизованному управлению, централизованному дистанционному управлению. Ну, дистанционное управление, ну, во-первых, что? Тут есть, как бы, две вещи, да. Значит, первая вещь, да, вы начинаете видеть, куда у вас уходит лишняя энергия, какие у вас, оказывается, какие-то есть скрытые дефекты, за которые вы платите, да. Так скажем, если шаг в сторону сделать, скажем, так скажем, из подключаемых домов, ну, процентов 70-80 имеют скрытые дефекты, ну, такие некритичные дефекты, да, некритичные с точки зрения способности труб, там, клапанов, вентилей и так далее, но критичные с точки зрения того, сколько жильцы вообще-то на самом деле платят, да. 70% домов, как только мы их подключаем, мы сразу видим все недостатки, настройки, установки, регулировки, работы механизмов и так далее, да, которые не могли быть видны на самом деле теплотехнику, которая имеет возможность перейти, ну, в лучшем случае, раз-два, раз-три дня, да. Вот, то есть, первое, это контроль, да, ну, а второе, смотрите сами, да, вот, даже просто берем инструкцию на простейший общий домовый регулятор, там есть такая интересная фраза, что, да, вы его настроили, но если у вас меняются погодные условия, вы их правильно оцените, и потом вы можете, должны, должны, можете. Изменить, скорректировать настройки, да. Но у нас как-то слепо верят в то, раз, когда купили импортную коробочку, поставили ее, то она самая умная, умнее всех теплотехников, и она будет делать все, что можно. Там, как бы, есть наружный датчик, и, соответственно, это, как бы, панацея от всех наших, как говорится, бед. Нет, к сожалению, это далеко не так, и сам производитель этих коробочек говорит, что нет, это не так, да. Ну, у нас как-то не принято было до определенного момента обращать на это внимание, да. Сейчас мы делаем определенные шаги, точнее, не то, что делаем, мы уже давно сделали все эти шаги, да, мы сейчас делаем шаги с тем, чтобы показать, насколько это может быть эффективно, да. Так скажем, ну, вот так, например, в этом году мы уже создали определенную систему, ну, как бы, дистанционно-автоматической коррекции режимов регуляторов. Мы как раз собираемся на нескольких десятках зданий, продемонстрировав в этом отопительном сезоне эту систему, показать по итогам года, насколько может быть сильный, ну, сильный, так скажем, условно, 15-20-25% эффект от применения вот такой централизованной системы управления, да. Ну, вот, смотрите, Абик, ну, вот я как бы очень так вкратце такую экскурсию по первой части вопроса, что можно сделать технически для того, чтобы, ну, немножко сгладить вот этот негативный эффект повышения тарифа. Да. Я вот сейчас такой вопрос вам задам, может быть, сразу проведу такие параллели, чтобы нашим радиослушателям тоже было понятно, что я имею в виду. Вот если возьмем, там, не знаю, машину, да, вот автомобиль, мы знаем, что, допустим, на некоторых, там, старых моделях или более дешевых понятно, что комплектация оставляет желать лучшего. И некоторые, купив машину, как бы, подешевле, пытаются на нее поставить такое навесное оборудование, которое, вот, не знаю, в новых или дорогих машинах есть, ну, не знаю, камеру заднего вида, там, партроники. И, как показывает практика, заводские варианты, когда она уже встроена, да, работают лучше, чем вот то, что там пытаются приделать. Я к чему веду? Ну, мы знаем, что у нас есть таких большинство советских домов, которым уже 30, 40, 50 лет. Это одна история, и есть, ну, как бы, новые дома, скажем так, которые появились в 2000 году, и многие специалисты говорят о том, что, когда ставишь оборудование, ну, вот эти контрольные системы или изначально на новые дома, то они работают эффективно, точность их больше, лучше и выше, чем вот пытаются вот каким-то образом дооборудовать вот эти старые советские дома разными системами, в том числе и теми, которые вы предлагаете. Вот, может быть, чуть-чуть вот поясните, возможно ли вот на эти, там, не знаю, Хрущевки, Брежневки поставить такое оборудование, которое было бы качественное, да, и, может быть, я знаю, что у вас есть такой опыт, и действительно этим данным можно было бы доверять. Абик, ну, и здесь вот я с вами, ну, так скажем, на 50% соглашусь, на 50% немножко вас опроверг. Так. Значит, смотрите, вот вы говорите, вот появляются, как бы, новые новостройки с более новым оборудованием, ну, здесь слов нет, конечно, это новое оборудование, это новое, и, скорее всего, ваше замечание касается именно, ну, условно так, железной части, трубопогодов, радиаторов, там, вентилей, клапанов и так далее, да. Система управления, ну, я скажу так, скажем, системы управления современные, системы управления, ну, да, конечно, однозначно, они более, как бы, более развитые, более, так скажем, продвинутые, но, что в старых вариантах, что в первых вариантах, нету того решения, которое заменяет приход теплотехника каждые пять минут в теплоузел и коррекцию режимов, да. То есть, скажем, да, скажем, новым оборудованием, так скажем, управлять легче и смотреть, присматривать за ним легче, но оно не решает проблему, да. Значит, поэтому, на самом деле, мы как раз-таки в этом отношении, так сказать, если брать вот ваш пример, мы, как бы, как вы говорите, старые советские дома выводим на уровень выше тех домов, которые сейчас используют, ну, современное оборудование. Да, и старого оборудования, старые трубы хуже, чем новые трубы, но по ним течет тот же самый теплоноситель, за который люди платят деньги. Однозначно, да, если в старой трубе дырка, тут даже и вопросов нет, да. Дырки, механические повреждения и прочие, это отдельные вопросы эксплуатации, мы их, конечно, не рассматриваем, тут сам по себе понятно, да. Дырка в стене надо закрыть, дырка в трубе надо заварить, да. Значит, что касается управления домами и старого поколения, и нового поколения, проблемы одни, на самом деле, и те же. Отсутствие в должном количестве людей, которые могли бы всей этой техникой правильно управлять, правильно настраивать, ну, и правильно анализировать ее работу, да. Поэтому здесь, я говорю, с первой частью вашего замечания абсолютно соглашусь, да, что новая оборудованная лучше, чем старая. А вот со второй частью, понимаете, вот то, что мы надстраиваем, ведь в новых домах это вы что же, да, новые оборудования, да, новые регуляторы. Но нет этой системы централизованного управления, анализа, контроля и так далее, и так далее. Сервис больше, да. Значит, поэтому здесь я вам скажу так, скажем, наше решение, которое мы предлагаем, мы в свое время, это где-то лет 15 назад, когда мы уже, так скажем, более достаточно плотно в эту сферу вошли, да, мы нашу систему делали именно как систему городского управления, в которой есть и новые дома, и старые дома. И у нас стояла задача именно обеспечить эффективность в домах любого класса, любого типа, с любым количеством жильцов и в любом, собственно говоря, техническом состоянии, да. Ну, я считаю, что мы с этой задачей достаточно хорошо, как бы, справились, и сейчас мы эксплуатируем где-то более 3000 домов в общей сложности, да, но в том числе и наиболее крупных наших, как говорится, управляющих компаний, да. Вот, по поводу как раз управляющих компаний, но не секрет, что вы сотрудничаете с Силтэмсервис Рига, это та компания, которая обслуживает в соответствии с договором дома Рига снова Павл-Некс, это крупнейшее домоуправление муниципальное во всей, кстати, во всей Бартии, не только в Латвии, вот, и эта система на многих домах, вот, РНП установлена, может быть, несколько слов об, что это за система, насколько она удобна именно во время пандемии, что происходит, насколько это удобно для жильцов? Ну, вы знаете, я вам скажу, так скажем, как говорится стандартная фраза, значение системы трудно переоценить, да. Значит, ну, во-первых, что касается пандемии, ну, во-первых, сразу же, да, значит, это максимальная скорость реакции на жалобы жильцов. То есть, если, например, жильцы звонят и, как бы, жалуются на какие-то сбои в работе системы отопления или там системы горячей воды, ну, оператор практически мгновенно может подтвердить или оправедность, или констатировать, или найти причину, и в большинстве случаев, собственно говоря, тут же устранить еще, пока не положил, как говорится, телефонную трубку, да. Значит, ну, что это значит? Это значит, что не было разведывательной поездки в пробках по городу, в дневное там, как бы, или в ночное время, так скажем, это еще больше проблем, где взять ключи там и так далее, и так далее, да. Значит, не было потеряно несколько поездок на выяснение причин, да. Не было, ну, так скажем, было принято более рациональное решение. То есть все, что я вот здесь вот в этом примере отмечаю, ну, во-первых, это быстрая и качественная реакция на жалобы, да. В этом отношении, кстати, я скажу, что для меня вот, как бы, опыт работы с РНП, ну, вот, очень-очень позитивный, очень положительный, да. Ну, во-первых, как говорится, это и, скажу так, скажем, мы не занимаемся регулировкой, мы обучаем их специалистов, да, их операторов, которые, ну, реагируют при помощи, при помощи, ну, нашей системы, да. Вот, и, значит, это то, что касается снижения эксплуатационных расходов. Да, один оператор в состоянии быстро решать задачи в обслуживаемой секторе, скажем, это тысяча-полторы тысячи зданий, да. Он в состоянии быстро с помощью, скажем, с помощью одной аварийной бригады, да, которая выезжает только в тех случаях, где дистанционно видна аномалия работы. Ну, да, то есть, дырка в трубе, что-то снижение, и так далее, и так далее. В большинстве случаев это связано с коррекцией работы регуляторов, значит, и такие вещи решаются, ну, практически мгновенно, да. Поэтому это удобство и для РНП, и для, ну, для силтон-сервиса, да, и для жильцов, естественно, поскольку практически они сразу же видят то, что происходит, да. Поскольку вы всё-таки доктор технических наук, я так понимаю, что у вас есть и свои изобретения, можно ли сказать, что вот эта система, о которой мы сейчас говорим, это своеобразное какое-то, не знаю, изобретение, ноу-хау или уже там усовершенствованное какой-то известной технологии? Ну, насколько это возможно простым языком объяснить? Вы знаете, я вам скажу так, скажем, назвать это как бы изобретением, ну, нет, конечно, это не изобретение, назвать это ноу-хау, ну, как применение новых технологий, ну, где-то отчасти, наверное, можно. Ну, я вам скажу так, что, скажем, то, что сейчас развернуто, ну, например, в том же самом РНП, но это не является венцом нашего творения, да, у нас есть, у нас есть действительно серьёзные разработки, у нас есть действительно вещи, которые, как бы, ну, не то что тянут, являются, на самом деле, полноценными изобретениями, причём достаточно прорывными технологиями, да, но их время должно всё-таки когда-то наступить, да. К сожалению, к сожалению, да, наступление времени применения этих технологий, ну, да, оно, как правило, вызывается вот такими кризисами, как вот, например, сейчас наблюдается, да, но когда-то это будет. Когда у нас, как же мы задаём вопрос, ну, вот люди приходят к нам на семинары, там мы ведём с ними разные беседы, просто ради спортивного интереса, вот мы иногда задаёмся, ну, а как вы считаете после всего услышанного, да, какой вы срок считаете, вот наш город вот будет полностью оборудован такими системами? Ну, как, ну, это же понятно, это же очевидно, это ближайшие 2-3-5 лет, это, значит, должно быть всё оборудовано. Вы знаете, этот вопрос мы задаём на протяжении 10 лет. Каждый раз нам говорят, ближайшие 5 лет, ну, уверенно, всё это будет, да. Ну, вот, так что, да, я и сейчас уверен, что в ближайшие 2-5 лет это всё будет, да. Ну, будем надеяться, что, да, что постепенно фортуна повернётся. Да, вот что касается появленных технологий, я понимаю, что что-то ещё ждёт своего часа, что называется, ну, буквально, если вы могли бы обозначить в двух словах, если это не какая-то коммерческая тайна, вообще о какой области вот этих появленных технологий идёт речь? Что удастся, не знаю, с помощью этих технологий констатировать, там, не знаю, сделать и так далее? Ну, давайте так скажем. Некоторые вещи, вот, скажем, из таких, так скажем, приземлённых вещей, например, мы в состоянии ставить, устанавливать системы, которые отслеживают утечки воды ниже, чем чувствительности счётчика, да. Вот когда речь идёт о, так скажем, о том, что из-за капания, как бы, говорится, капелек из крана там набегают какие-то сотни, десятки кубов, но на самом деле это действительно такая, как бы... Да, это серьёзная проблема. ...проблема существует, да. Мы не видели на практике, чтобы там 300-400 кубов накапало, но по расчётам это вполне возможно, да. Значит, ну вот, то есть мы, в принципе, в своё время, когда этот вопрос поднимался, разработали систему, которая в состоянии учитывать, ну, собственно говоря, как бы вам сказать, если не скатываться на технический язык, ну, пару кабелек в секунду мы вполне в состоянии отловить такую утечку, да. Ну, это важно, потому что на дом это уже не пару капелек, это уже влетает в копеечку. Конечно, конечно. Это же давняя проблема, так называемая утечка воды, за которую платят все жильцы, да. Да, мы делали в своё время расчёт, ну, как бы мне расчёт, прикидку, да, арифметическую. Ну, да, 300-400 кубов в месяц дом может потерять на одних капельках и в неизвестном направлении, да. 300-400 кубов, это, представьте себе, такой объём воды, да. Да, уж и ужас. Значит, это только на капельках 100-квартирный дом. На капельках 100-квартирный дом. Ну, да, так что вот, например, одна из технологий, да, она разработана. Мы её, кстати, применяли уже, эту технологию не в Риге, мы её применяли в Венсколсе, да. Да, она показала себя, она очень даже, скажем, хорошо себя показала, да. Значит, вторая технология тоже, собственно говоря, которая, да, не сегодня была сделана, и ей уже где-то, так скажем, лет 10, она всё ждёт, как говорится, когда... У нас вот в Риге жилой фонд, новый жилой фонд строится обычно с горизонтальными системами отопления, старый весь жилой фонд с вертикальными системами отопления. В своё время ломали много копий, какая есть система лучше, но одни за горизонтальную, одни за вертикальную. У меня, естественно, своё мнение, которое я не буду озвучить, но так или иначе, поскольку стояла задача обеспечить контроль за всем городом, у нас была, да, решена и очень хорошо, красиво решена система, но решённый вопрос был индивидуальным учётом по домам с вертикальным системой отопления, где вертикальные стейки в квартиру. Да. Вот, значит, там, да, то есть, эти системы у нас, как бы, таких систем эксплуатируются уже, наверное, с десяток, да, значит, они показывают крайне-крайне хорошие, крайне, ну, просто исключительные результаты, скажем. То есть, речь идёт о том, что, собственно говоря, мы даже работаем с такой точностью, что в состоянии показать, как снимается тепло даже просто со стейка с отключенным радиатором, да. То есть, да, эти технологии, они, кстати, самое интересное, они, ну, совсем не дороже, чем применяемые технологии с аллокаторами и так далее, и так далее. Но они полностью, так скажем, защищены от воздействия, то есть, невозможно её обмазать, да. То есть, она достоверная, она, скажем, да, минусы-то, да, она немножко посложнее в эксплуатации. Мы эксплуатацией занимаемся мы, и жильцы, в конце концов, этих сложностей не видят. Вот, поэтому вот одна, значит, ну, третье, третье, чтобы я сейчас, скажем, из таких серьёзных вещей, это то, о чём я, вот, ну, несколько минут назад заикался, это вот создание систем автоматической коррекции режимов по всему городу, да. Это когда, так скажем, весь наш опыт теплотехников, сантехников и так далее переносится на программное обеспечение, программное обеспечение автоматически следить за тысячами рижских домов, и в автоматическом режиме производит подстройку, коррекцию устранения аварий и, значит, ну, и коррекцию, соответственно, режимов с тем, что для этого дома выбрано в качестве приоритета, комфорта или экономика, да. Вот, значит, то есть, по сути дела, это как раз, ну, назвать это искусственным интеллектом, рука не поднимется, да, но, в принципе, в принципе, это программное обеспечение, которое будет использовать весь накопленный опыт и наш, и наших коллег, и партнёров, да, по организации, по организации обслуживания вот таких вот крупных сетей зданий, да. Да, вот ещё такой вопрос, может быть, так вот у нас быстро в время эфира идёт, вот ещё один такой вопрос, он, конечно, не только, и, может быть, не столько, хотя, в том числе технически, сколько, наверное, юридически, политически, но мы знаем, что каждый год перед началом отопительного сезона или уже с началом отопительного сезона, ну, мы сейчас будем говорить, пример, о Риге, появляется вот там заявление или Рижской думы, или РНП о том, что, видите, в тех домах, в которых накоплены большие долги ещё за предыдущие годы по оплате отопления, будет проблематично им подключить отопление, и в результате, там, не знаю, там, житель этого дома, там, не знаю, Иванов или Кауныч говорит, подождите секундочку, у меня лично долги есть, они говорят, у вас лично нет, вы образцовый плательщик, всё равно будете мёрзнуть вместе с соседом, у которого есть долги. И вот всегда возникает вопрос, наверное, и с точки зрения, не знаю, справедливости, и можно ли решить такой вопрос, чтобы каждый, ну, получал услугу в зависимости от оплаты, но это, наверное, справедливо, если вы идёте в магазин, вы заплатили за товар, вы его получили, вы не заплатили за товар, вы его не получили. Абик, вы знаете, здесь я, так скажем, не буду браться за административную часть. Нет, я вот чисто технический, да. Да, чисто технический, это вот решить эту задачу, я скажу, мы в состоянии, как бы, и для домов с горизонтальным отоплением, и для вертикальных. Скажем, там, скажем, та же самая система Альфа-Си, это уже практически, ну, то, что я говорил, система для контроля при вертикальной разлике. По сути дела, она уже и есть, собственно говоря, та самая, это 70% технических того, о чём вы сказали, да. Необходимо, чтобы возник, ну, условно, так скажем, спрос и интерес со стороны управляющих организаций вот к установкам таких систем, да. Они не очень дорогие, да? Это не космические цены? Нет, нет, нет. Я вам скажу так, у производителей, в принципе, не может быть космических цен, потому что они, как говорится, работают не по рыночным ценам, а по конкретным затратам на производство компонентов и деталей. Поэтому у производителей, в принципе, не должно быть. Но нам в этом отношении повезло. Мы одновременно и производитель железа и электроники, мы и производитель программного обеспечения, и мы же занимаемся эксплуатацией этой техники. Поэтому эксплуатационный опыт у нас сразу же переносится в наши же изделия, да, то есть какие-то изменения, коррекции, дополнения мы производим на основе нашего опыта конкретной эксплуатации в тех домах, которые мы обслуживаем. Да, у нас в этом отношении очень есть чем похвастаться, да, скажем. Это наш плюс, в отличие от других производителей, которые, как правило, только выпускают приборы, не обращая внимания или обращая слишком поздно внимания на эффекты преэксплуатации, да. Вот, Абик, да, мы можем эту задачу решить. Надо, чтобы возник, ну, условно, социальный заказ. Может быть, такой последний вопрос, ну, он, наверное, тоже технического свойства. Если мы говорим вообще о других странах, ну, не знаю, более богатых, если вы знаете, как происходит там в Германии, и там действительно ли тоже используются разные современные такие системы? Ведь и там тоже есть дома, так сказать, не новые, вот, особенно в той части, где был ГДР, там примерно такое же блочное строительство, насколько я знаю. Вот что-то известно, может быть, наши соседи в Литве, в Эстонии, может быть, они обращались или в России к вам, вот, тоже за такой технической помощью и за вашим оборудованием. Вы знаете, Абик, ну, обращались, конечно, многие. Интерес к этому системе, к этим системам, к оборудованию достаточно большой на самом деле. То есть и с российскими регионами, да, мы общались, да, и с Западной Европой, собственно говоря, общались, да. Значит, поэтому интерес, конечно же, есть, да. Сотрудничество, ну, я вам скажу так, скажем, самые большие сотрудничества, проблемы для сотрудничества – это, собственно говоря, политика. Здесь мы не можем перешагнуть, и поэтому, как говорится, определенные контакты, ну, ограничены, ну, так скажем, политикой. Все-таки, к сожалению, да, то есть из-за этого мы, ну, не можем полностью где-то в каких-то регионах ну, себя показать или продвинуться и так далее. Что касается, ну, скажем, если, например, брать страну ЕС, ну, да, мы работали с Литвой, мы работали, так скажем, со Швейцарией, мы работали с Германией, да. Значит, но, как бы вам сказать, там же ведь, на самом деле, настолько все хорошо, что социальный заказ на эти системы у них возникнет немножечко позже, чем у нас. Вот меня немножко, как бы, немножко, так скажем, потряс, наверное, вот немецкий ролик о том, как готовиться к зиме, да. Ну, как бы, ну, понимаете, вот вы задали вопрос, как готовиться к зиме, мы ведем с вами такую, как бы, техническую беседу о конкретных мерах, которые действительно можно, да. Ну, там же заметьте, как они подошли. Ну, заклейте окна, ну, там, ваты наложите между рамами, да. Ну, вот, понимаете, не много ли мы молимся на западные технологии, да. Значит, это раз. Второе, то, что, так скажем, да, там выпускают, там очень много заводов, которые выпускают оборудование, скажем, хорошие счетчики, хорошие эти самые, но их совершенно не интересуют большие крупные системы управления комплексными городами. У них разбито все это на маленькие кусочки, у них нет. У них, как правило, маленькие, небольшие, частные управляющие компании, у которых, собственно говоря, ну, скажем, ну, нету никакой заинтересованности. Ну, выставили счет, ну, люди заплатили, да. В общем-то, я вам скажу, отчасти такое происходит у нас, вот, заметьте, как. Да. Приходит счет на 150 евро, люди скрипят зубами и заплатят. Придет счет на 250, я вам скажу, скрипят зубами и заплатят. И заплатят, да. Особенно мы знаем, что пожилые люди, если они не очень дотошные, но они такие достаточно дисциплинированные, мы знаем, что у пожилых людей редко бывают долги, но только действительно, если уже ситуация аховая. То есть они в первую очередь даже думают не о том, как отложить деньги на еду, а как оплатить счет за коммунальные услуги, не так ли? Да, да, именно так. Именно так. Но я вам скажу, так скажем, вот именно пожилые люди, наверное, самая консервасивная часть населения, которые, как говорится, ну, так скажем, как бы вам сказать, они спокойно относятся к тем убийственным просто счетам и тарифам, которые сейчас, как говорится, намечаются, да, и очень ревностно относятся к тому, когда вдруг появится со стороны, ну, как говорится, Дума управления, да, ну, счет, там, условно, несколько десятков центов, например, за установку такой системы. Да, тут есть определенный парадокс, да. Скажем, у нас были случаи, когда мы откладывали установку систем только из-за того, что, вот, так скажем, пожилые люди, которые, ну, не до конца понимают, как все это дело работает, да, ну, они, да, активистов, ну, они активистами работают, как правило, в зданиях, да. Ну, в общем-то, я вам скажу, там есть, 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 да, есть такие проблемы, но в целом, в целом, эта система, ну, отчасти и для них, и для тех, и для малообеспеченных, да. Опять же, я вам скажу, вот вы говорите, что, да, вот, там долги накапливаются, да, ну, так человек, на самом деле, может быть, он не хотел бы в эти долги-то лезть, тогда идти ему механизм, при котором он, на самом деле, может не потреблять то же самое тепло. Скажем, получается, как, вот по стоякам течет горячая вода, равномерное распределение на всех, и хоть ты все батареи перекрой, а заплатишь ты ровно столько, сколько и все, ну, по метрам, там, ладно, если расчет, да. Ну, а как дать человеку, ну, нету денег в таком количестве, ну, да, можно перекрыть радиаторы, но невозможно платить меньше. Так вот, система Альфа-Си или система индивидуального учета правильная, да. Ну, я вам скажу так, скажем, система Альфа-Си в большей мере, другие системы в меньшей мере, но дают возможность, на самом деле, человеку, ну, не платить за то, что он не потребил, да. Так, может быть, если такие системы будут стоять, может быть, и резко снизится, а тот объем должников, ну, малообеспеченные, ну, что делать? Ну, нету людей денег, да. Ну, так они должны хотя бы иметь возможность хотя бы не потреблять число, тепло и не накапливать те самые долги, да. Поэтому эти все вопросы, конечно, они связаны, да, и они все имеют техническое решение, да. Ну, повторюсь, нужен социальный заказ, и в этом отношении говорит, что вот решение РНБ применить эту систему, но оно, так скажем, очень позитивно, как говорится, ну, порадовало, порадовало, очень порадовало. Ну, что, да. Может быть, буквально последний вопрос в завершении. Вот, ну, ваш прогноз, можно ли действительно ожидать, что и в Латвии в течение, ну, не знаю, обозримого будущего, не знаю, 2-3-5 лет, действительно это уже станет нормой, когда современные технологии, в том числе, к примеру, и предлагаемые вашей компанией, будут повсеместно использоваться, понимая, что это, во-первых, ну, справедливо, то каждый платит, если мы говорим вообще о рыночной экономике, каждый платит за полученные услуги, да. И с другой стороны, и управляющие компании, естественно, поставщикам, не знаю, воды и тепла, у них тоже есть уверенность полная, что действительно все, вот они товар поставили, получили оплату, все справедливо, и какие-то, если возникают какие-то споры, можно их решать, имея вот эти технические доказательства. Абик, ну, вот смотрите, вот вы сейчас, собственно говоря, перечислили все то, чему должна соответствовать, ну, почти идеальная система обслуживания. Ну, да, логично, да. Мы же с вами сами-то, ну, рано или поздно, конечно же, это будет. То, что вы сказали 2-3 или 5 лет, ну, здесь сами понимаете, это, может быть, и через 2 года мы будем оценивать 2-3-5 лет, да, может быть, завтра, может быть, через 10 лет. Наверное, общество как-то все-таки должно созреть, и особенно руководящая звена, да, управляющая, да. Значит, но в целом то, что от этого просто не уйти, это просто вопрос времени, понимаете, да. Конечно. Это просто вопрос времени. То, что это будет, за это я... Это гарантировано, да, это гарантировано, что это будет. И чем раньше это произойдет, тем быстрее, скажем, ну, подавляющая часть проблемы, связанного с вот этими коммунальными неплатежами, с невозможностью там выжить, там и так далее, да, подавляющая часть этих задач, она будет решена, да. Ну, вопрос, да, вопрос времени. Я надеюсь, да, Абек, я еще раз говорю, да, в ближайшие 5 лет я верю, что все это, конечно же, будет сделано, внедрено и приносится в пользу. Спасибо. Я тоже, Игорь Михайлович Малошонок, у нас был на прямой связи, доктор технических наук, спасибо большое. Спасибо вам, Абек, да.